Тесты отображения Тесты отображения Что можно сказать? Монитор хороший, понравился Хотелось показать Почему он Не сразу определялся В Mac OS В предыдущей версии вообще На рейвера никак не поддерживаются А в новой Это у нас Ясиомити, да? 10.2.2 10.10.2 Вот, с помощью Веб-драйверов Поддерживается Разрешение 4К 3.8 на 2.100 Вот С частотой 60 Гц Через дисплейпорт Вот Хотя При попытках Подключить Первый раз Посредством HDMI Сначала Выдавал 30 Гц И не более Методом Тестов И подборов Конфигурационных Листов Вот этих Которые В дисплеях Находятся Пришлось Перекинуть Один из Эпеловских Готовых Плистов Этих В Конфигурационный Самого Монитора И тогда Он более-менее Адекватно Стал Показываться Не только Показываться Вообще Заводиться Потому что Выводил Только изображение Либо по DVI Либо HDMI Вот На другой монитор А это Тух А сделать Это Довольно Просто Надо Зайти на Диск Систему Библиотеки Где Папка Дисплеи В этой Папке Этот файл Отвечает За Samsung Это LG У нас А это Samsung Вот У него Есть Файл Монитора То Что Дается Системой У него Название Другое У него Название Дисклей Всего О телевизоре Идет В поддержке И все Поэтому Для того Чтобы Драйвера Как таково Не для Макоси А чтобы Он правильно Понимал Система Понимала С каким Монитором Имеет Дело Нужно Было Этот Файл Просто Отредактировать Ну Как я Понял Как У меня Получилось Вот Переименовать Его В название Монитора B80 И Методом Проб Вставил Один Конфигурационный Этот Плист Содержимое В Этот Тот Который Отвечает За этот Монитор Лучше Получилось И При Следующей Попытке Ну Естественно Он Редактируется На рабочем Столе Потом Где мы Тут Зашли Методом Замены Перетаскивается Замена Или Этот Удаляется Старый А Этот Ставится На место Него И Мы Получаем Как бы Идентификатор Монитора Дям Вот Этот Который Соответствует Как бы Нашей Модели Вот Ну Естественно После этого Нужно Полечить Права Где наша Тут Утилита Да Дисковой Утилитой Обязательно Права Восстановить Он Да Восстанавливает Именно К дисплеям К папке Вот этой Права И После Последующей Перезагрузки Он Сразу Даже Подключил Два Монитора Вывел На оба Монитора Разрешение С возможностью Его Регулировать То есть Если Зайти В системные Настройки Мониторы Он Посредством Вот Этого Ну Информации Сразу Появилась Картинка С выбором Разрешений Любых Ну Не по умолчанию По умолчанию Он 1080p Выводит А масштабировано Именно Выбирается По выбору Какой Нравится И Здесь Он Дополнительно Не всегда Показывает Но В системных Настройках Точно Отображает 60 верс Ну Это Видно Оно Как бы Очень Четко И быстро Работает Без Всяких Каких-то Торможений Система Вот Драйвера Стоят NVIDIA Драйвер Вот Это Версия Новая 346 Ага Вроде Вроде Вышло Еще По новей Надо Тестировать Вроде Как 10 10 3 Немножко Нужно Заморачиваться Поэтому В принципе Обновлять Есть Текст покрупнее Текст покрупнее Скажем так Драйвер Готовый Есть А здесь Поддержки Нет И вообще В моделях Мака У них Только В основном Родионы В В их Железе А NVIDIA Карты Нового Поколения Хотя Есть Есть 660 Как Минимальная GeForce На iMac По-моему Она стоит И еще Где-то Там Есть DisplayPort Вот Она Тоже Вроде Как пишут Адекватно Выводит Разрешение 4К Ну Это Минимальная Карточка 750 По цене Просто Для теста И в общем-то Для мультимедийных Пока функций Достаточно А Также Работают Вот эти Более старшие Модели 960 И 70 И Там Но Вот Прописывать Все равно Идентификатор К Модели Самого Монитора Пришлось Без него Как-то Он не понимает С чем работает И Отображает То телевизор С каких-то 30 дюймов То еще Что-то И вот Так вот Такая история А в общем-то Мониторчик Отзывчивый Хороший Я доволен Ну Назвать это Обзором Или нет Просто Помучался И Понял Каким Образом Это Делается Будет Кому-то Интересно Слава Богу Продолжение Продолжение следует Thirdоза